Ладно, давайте, давайте, короче, решим тест на расизм. Да-да-да, я понимаю, быстро. Тест на расизм, 20 вопросов. Применять более строгие миграционные ограничения для цветных иммиграторов, чем для белых, нормально? Ну, я считаю, что нормально, потому что еще и цветные иммигранты могут тоже применять, принимать определенные, в общем-то, решения, ну... Ну, вы поняли. Понимаете, в чем дело? То есть, ну, я соглашусь, допустимо. Это допустимо, потому что и представители стран, в которых живут, так скажем, цветные иммигранты, они тоже могут себе делать такие же ограничения. Я не вижу никакой проблемы в этом. Считаете ли, что все люди одной расы похожи между собой? Не, не считаю, все люди здесь разные, конечно. Белые люди обязаны... Ну, в смысле, они... Много различий у них имеется в виду. Белые люди обязаны быть осведомлены о российских действиях своих предков. Да похуй, наверное. Иногда необходимо задерживать или допрашивать цветных людей за действия, которые бы не вызвали подозрений, если бы их совершили белые люди. Может быть и можно? Может быть и можно, потому что, ну, блин, и статистически чаще оказывается, что какие-нибудь теракты совершают, например, мусульмане, допустим, останавливать мусульманы, проверять их на досмотре, куда более хорошо, потому что статистика тогда будет в позитив уходить. Да, то есть, ну, меньше убийств будет, меньше терактов. Сорян, да? То есть, если у нас распространен исламский терроризм, например, да, к сожалению, придется. А если не распространен, если среди мусульман вдруг окажется, что не будет террористов, то, конечно, это глупо. Но пока по факту, скорее, ну, какой самый распространенный терроризм, это исламский терроризм. То есть, не все мусульмане террористы, но некоторые все-таки да. И среди террористов очень много мусульман в процентном соотношении. Если мы хотим останавливать террористические действия непосредственно, да, ну, нам необходимо, типа, простите, да, допрашивать чаще вот таких вот ребят. Сорян. Изображать цветных персонажей, разговаривающих на русском плохо или с сильным акцентом в телешоу-сериалах, нормально. Абсолютно нормально. Спрашивать не белого человека, знает ли он вашего друга, коллегу-одноклассника, который такой же расы, как и он, нормально. Но это дебилизм, это ненормально. Спрашивать цветных людей, откуда они на самом деле родом, оскорбительно. Нет, не оскорбительно. У человека вообще не оскорбительно спрашивают, откуда он родом. В твоих трудах российские историки должны обратить больше внимания на вклад других наций к развитию. В своих трудах российские историки должны обратить больше внимания на вклад других наций к развитию российского государства. В смысле, должны. Ну, я посерединке оставлю, я хер знает. Они должны обратить столько внимания, какой был вклад. Я не считаю, что тот факт, что этнические меньшинства в России были объектами российских действий, это лишь историческая случайность. Хуй его знает. Какой-то философский вопрос глубокий. Изображать этнические меньшинства, плохо говорящее на русском в рекламе нормально. Нормально, вообще похуй. Можете изображать плохо говорящее на русском, можете изображать хорошо говорящее на русском. Вообще без разницы. Считать, что все цветные люди похожи со знаменитостями их раса оскорбительно, нет, это не оскорбительно, не соглашусь. Это нихуя не оскорбительно, это дебилизм, считать это оскорбительно. Говорить цветным людям, что они хорошо говорят на русском оскорбительно, нет, не оскорбительно, это комплимент. Изображать цветных людей в фильмах в соответствии с их расовыми стереотипами нормально. Например, арабы склонны к насилию, а азиаты нерешительно. Нормально. Изображать цветных людей, как подчиненных белым в рекламе нормально. Ну нормально. А можно и наоборот, можно белых людей подчиненных, собственно, черным. А можно всех подчиненных азиатам можно изобразить. И то, и то нормально. Все нормально. Все заебись. Все охуенно. Все нормально. Просить цветных людей, могут ли они научить вас видом спорта, который хорошо получается у их расы, оскорбительно. Нет, это не оскорбительно. Нет, это не оскорбительно, но это просто кринж. Дебилизм. Дебилизм говорит, что какой-то вид спорта хорошо получается у той или иной расы, но... Блядь. Блядь, а что здесь оскорбительного? Верить стереотипам относительно цветных людей нормально. Нормально. Ну, как и верить в любые другие стереотипы нормально. Считать о еде в заведениях, принадлежащих цветным людям, нормально. Например, большое количество чеснока в арабских заведениях, собачье мясо в азиатских. Нормально. Расизм в России в основном пережиток прошлого. Соглашусь. Считать, что большинство людей... Сейчас я буду 100% расист, блядь, ребят. Я мега... Блядь, простите, я все нормальные ответы дал, все адекватные. Какие только мог. Все по правде ответил, но сейчас будет, что я расист. Неожиданно. Считать, что большинство людей обращаются с людьми своей нации, национальности... Национальные... Удей вообще... Считать, что большинство людей общаются... Ну, типа, считать нормально. Ну, а что, пусть считают. Что ненормального? Считать, что кухни-заведения, принадлежащих цветным людям, грязнее, чем кухни-заведения, принадлежащих белым людям, нормально. Нормально. может быть это и не так статистически может быть это неверно и хекер знает но это просто нормально можно так считать никого не оскорбляет насрать конец я расист ну давайте сравним что там у бэпса будет взят они ха не удивлена просто дал адекватные ответы сорян простите я дал адекватные ответы я ничего не мог собой поделать типа чё ненормально так считать считать так нормальный человек может так считать все хорошо разве нет так это просто типа по факту я я просто я не знаю я просто посмотрел читают ли так люди считают от нормально это нормально это норма блять норма так люди считают что такое стереотип стереотипы как хуйня распространенная в обществе какое-то представление она по определению нормально типа Там ещё такие, знаете, тест составлен так, что, типа, нормально? Это нормально? Это нормально, блядь? Это нормально? Да, нормально. Ну, чё, чё ты мне скажешь, сука? Не, ну, блядь, сорян, конечно, но там вопросы сформулированы таким образом, что по-другому ответить можно только дегенерат. Простите, да? Простите, просто если ваши результаты хоть чуть-чуть отличаются от вот этого, вы долбоёб, скорее всего. Потому что там вопросы составлены таким образом, что вы либо долбоёб, либо отвечаете так, как я, плюс-минус. Ну, с очень большим плюс-минусом, конечно, там, не очень большим плюс-минусом, к сожалению. То есть, я уважаю людей других наций, им всем респект, все дела, там, так далее, так далее, так далее. Я не считаю их, собственно, какими-то убогими, там, да, долбоёбами и так далее, так далее, так далее. И я именно что хочу сказать, что, ну, типа, там большинство вопросов буквально из разряда, а можно ли придерживаться стереотипа, что, там, не знаю, азиаты едят собак. Типа, ну, можно. Можно, можно придерживаться, можно не придерживаться. Я, типа, ещё человеку запрещать буду придерживаться. Ну, ебанутый тест. Белые люди обязаны быть осведомлены о расистских действиях своих предков. Это было давным-давно. И это не только... Каких моих предков, блядь? Какие мои предки совершали расистские, блядь, действия? Я просто, я не ебу, блядь, о чём эти суки, блядь, рассуждают. Какие расистские, блядь, действия моих ёбаных сука предков? Кто, где, когда, блядь, чё? Я не осведомлён, это нормально. Белые люди, в принципе, все должны быть уже абсолютно похуй, чё делали их предки. Да. Чё смысл копаться? Ну да, делали и делали, но акцентировать на это внимание не надо, так что чуть-чуть не соглашусь. Применять более строгие иммиграционные ограничения для ценных иммигрантов, чем для белых, нормально. Нет, надо для всех одинаково делать. Почему? Тут ещё вопрос. Это нормально? То есть, может ли такое быть, в принципе? Конечно, блядь, может. Ну, например, ваша страна больше экономически не нуждается в том, чтобы к ней приезжали разные, в общем-то, специалисты из юга СНГ, соответственно. Да? Ну, окей. Чё вы делаете? Вы просто говорите, всё, ребята, заезд из Мексики, короче, запрещается. 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 Понимаете? Всё, конец. Вы нам больше не нужны. Мы хотим белых классных специалистов, потому что неожиданно, да, неожиданно в Грузии там какой-нибудь или, там, не знаю, Узбекистане или Казахстане нет охуенных специалистов мегатоповых, да, например, ну, на Западе, допустим, есть. И мы готовы запускать ребят из Запада к нам в Россию, а вот ребят из Грузии, может быть, уже не очень готовы, на самом деле. Может быть, готовы даже и не пускать. С другой стороны, ребята из Грузии тоже имеют полное право не пускать нас, русских там и нерусских, и кого угодно. Но в чём, в чём, блядь, проблема? Тут чисто экономический параметр, не потому что кто-то хуже, там, лучше, с точки зрения расы, а потому что оно вот так сложилось, что вот в том или ином регионе, ну, например, там, в Грузии или в Казахстане, или там, в Ереване, там, ещё где-нибудь, неважно, да, ну, там мало хороших специалистов, и если мы просто откроем дорогу сюда нам в Россию, хлынут сюда люди без специальности нормальной. То есть будет огромное количество неспециалистов в нашей стране. Если нам вдруг это станет не нужно, вполне нормально перекрыть дорогу. Вполне нормально. Может быть, по политическим обстоятельствам будет вполне нормально перекрыть дорогу, например. Может, ещё по каким-то. Это просто нормально, блядь, я не знаю. Не, ну, это же расизм, реально, чё-то, блядь. Да в смысле? Да в смысле? Да в смысле, блядь? Считай, что свет светлые люди похожи... Бля, бэй-бэй, ты чё, не нацист? С знаменитостями их раз и оскорбительно. Ну да. Ха-ха. Обобщенный расизм 67. У-у-у-у! Бэй-бэй! Ты посмотри на это, ты посмотри, вот это база, вот база, блядь, бэй-бэй. Смотри, смотрите, 67, 35, там что-то 63. Ты посмотри, блядь, база, 89. В 89 процентов, бэй-бэй, блядь. Ты посмотри, кто здесь босс, кто батя. Вообще, считаю, что в этом тесте нормальный, адекватный человек должен сотку набирать. Но должен сотен выбирать, ребят. Понимаете? Сотен. Если вы не набираете сотен хотя бы по одному из показателей, вы просто долбоёб. Я просто часто, я не понимаю. Ну, там вопросы поставлены так, что, ну, блин, я не знаю, Маркус, вы серьёзно там набрали 50, да как? Как это вообще возможно? Как там в этом тесте можно набрать 50 процентов? Знаешь, какая-то фемка реально составляла ебанутая. А, блядь, а вы не считаете, что не стоять на коленях перед ебучим негром, это ненормально, блядь? А, это ненормально, нахуй! Нет, типа, а вы что? А вы что думаете, что, короче, не сосать, блядь, пальцы азиату, блядь? Это ненормально, сука! Блядь, какая-то такая хуйня. Я просто, я серьёзно, я не понимаю, там вопросы из разряда ебанутого, блядь. Да, пародировать акценты это нормально, русский акцент во всём мире, блядь, пародируют, это смешно, и всем, блядь, нравится, что люди пародируют русский акцент на английском. Hello, блядь, do you speak English, сука, нахуй, блядь, yes, yes, fuck you, блядь. И все, все, блядь, ржут вокруг, это расизм, может быть, я не знаю, всем нормально, всем нормально, а вот, вот, блядь, когда с кавказцами, ненормально, блядь, нихуя оказывается. Я просто в шоке, блядь, я просто, блядь, в шоке. Нет, серьёзно, не набрать здесь хотя бы 70%, это, блядь, позор. Общий расизм должен быть 70% минимум. 70, блядь, минимум, иначе вы просто, вот, чем меньше, тем меньше вы неадекват, соответственно. Там есть вопросов 30%, 30% вопросов, где реально хуйня какая-то, но все остальное это просто, блядь, да вы чё, охуели что ли, ебать, и чё, и как мне изображать теперь, например, человека, кавказца там какого-нибудь, там, или не знаю, или грузина какой-то, как мне их, блядь, изображать? Просто такими же русскими людьми, как и я, блядь, я не знаю, как, как мне их, блядь, изобразить в таком случае? Да, пиздец, я просто в шоке. Тут тупо, а кавказец, он просто такой же русский, как и мы должен быть, понимаете? Ещё и кожа белая, потому что нельзя будет подчёркивать, что у него темноватый котенок кожи, нельзя, блядь, иначе ты расист, сука. А если ты ещё расскажешь, что он на кухне чеснок, блядь, давит, неожиданно, хотя он реально туда его давит, возможно. Тут ты, блядь, ещё и пидорас, блядь, он не просто, он свою шаверму, они шаверму, блядь, готовят, он готовит еду для белых, сука, людей, понимаете? Вот, блядь, как должен выглядеть непосредственно человек с юга, вот как он должен выглядеть, вот, блядь, просто один нахуй в один. То есть, мы должны представлять каких-нибудь там кавказцев, как, нахуй итальянцев, наверное, каких-нибудь, что он, блядь, делает не шавуху, блядь, а спагетти, блядь, баланьези, ебать, там, не знаю. Ну, блядь, на кухне всё хорошо, у меня, я итальянский, итальянеч, короче, блядь, вот сейчас тоже, тоже, блядь, расизм неожиданно. И это расизм, и тут, блядь, расизм, да пошли вы нахуй, просто, пиздец. А взять, насколько вы верите, раз в антинический стереотип, вот так считать, что... У меня просто вообще российские шутки не задевают, мне просто насрать, я не знаю, Маркус. Если мне кто-то скажет, шат, у тебя русский акцент, когда ты по-английски говоришь, я скажу, да, это правда. Он у меня, это так и называется русский акцент, и он есть. Как будто бы с чесноком есть какая-то хуйня, да, я тоже не понимаю, ебать, что, что, блядь, в голове у тех людей, которые сочиняли этот тест. Цветные люди менее развиты, чем белые люди. А что там было? Обобщенный расизм, придяйте, насколько вы верите в расово-этическим стереотипам. А также, считай, не верю, не в одни эти стереотипы, я тут по фактам разъебал, сука, ты блядская мразь, блядь, сука, феминистическая проститутка, блядь. Либеральная хуйня. А также считайте, что цветные люди менее развиты, чем белые люди. Я не считаю, блядь, так, там не было ни одного вопроса про, блядскую, сука, развитый, сука, ты, блядь, тупая, пидоратская мразь, шлюха феминистическая, я бою, блядь. Не считаю я так. Куёвый тест. Там не было ни одного вопроса про то, считаете ли вы, блядь, что цветные люди менее развиты, чем белые. Не было, блядь, ни одного такого, сука, вопроса. НОЛЬ, блядь, таких вопросов. Социально-исторический расизм определяет социальное поведение, где исторический расизм открыто игнорируется. И цветные люди стоят на ступень ниже от белых. Не стоят, блядь. Не стоят. У меня люди цветные ниже, блядь, белых не стоят. Не стоят. Не стоят нахуй. Ну не стоят, блядь. Вообще не стоят. Там не было таких вопросов, которые позволяют на это ответить. Стереотип вечного иностранца. Отражать мнение, что цветные не способны полностью ассимилироваться. И они никогда не станут настоящими русскими. Я так, блядь, не считаю. Они могут, блядь, ассимилироваться. Пидораская, блядь, красноволосая шлюха. На, 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 блядь. Вот что я могу сделать. Ну ты ж пиздёшь. Ну простите. Плохой тест, я имею ввиду. Очень плохой тест. Ну вы понимаете. Ну вы понимаете, что это плохой тест, правильно? Фух. Ах, жесть. Пиздец. Просто пиздец. Социально-исторический рассеет. Социально-исторический расизм открыт. Игнорирует цветные люди стоят на ступень ниже от белых. Тест просто считает между строк. Между ног, блядь, он считает. Простите. Стереотип вечного иностранца. Отражает мнение, что цветные не способны полностью ассимилироваться. И никогда не станут настоящими русскими. Я не говорил конкретно про Россию. Я приводил примеры любой страны, блядь. Общая Россия определяет общую расизм. Респондент согласно следованию ученых Лианга, Ли и Ким. И чем выше результат, тем выше уровень. Короче, в пизду, блядь. Да нет, ну просто объективно тест очень плохо составлен. Я просто в шоке. Ну, типа из разряда. Блядь, я получил 89% по расизму. 89%! Это вы, это вышка практически. Блядь, я, я, блядь, я человек, который с уважением относится ко всем людям разных раз. Я люблю азиатов, я хочу быть азиатом. Я хочу владеть кунг-фу, блядь. И кушать Рома. Блин, я хочу цигуном заниматься. Вот так вот. Я хочу владеть техникой дракона и пеншуем. Блин. Я смотрел все фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Я хочу быть азиатом вообще всю жизнь. Я хочу, блин, на Годзиллу уворачиваться. Понимаете, они тут мне такое пишут. Блин. Да я шучу. Ну да ладно. Но ваши эти самые... Простите, это еще другое. Ааа.